В эфире Слудск ТВ главный информационный проект. Время новостей в студии Анастасия Жигальская. Здравствуйте! И в ближайшее время о самых главных событиях нашего региона. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А затем в 16.00 на набережной постановка реконструкция «Наша история». Подробный план мероприятий в наших социальных сетях. В связи с проведением постановки реконструкции «Наша история», посвященной 80-й годовщине освобождения Слудска от немецко-фашистских захватчиков, 30 июня в воскресенье с 12.00 до 17.00 будет перекрыто движение всех видов транспорта по улице Софии Слудской от перекрестка с улицы Максима Богдановича до перекрестка с улицы Красноармейская. В связи с проведением праздничного шествия 3 июля с 9.30 до 11.30 будет ограничено движение всех видов транспорта с последующим перекрытием движения по улицам 14 партизан, Ленина, Второй переулок, Карла Липкнихта, Виленская. 22 июня на Случине, как и во всей Беларуси, вспоминали тех, кто ценой своей жизни выполнил долг по защите Родины. Всех погибших от рук фашистов и умерших в тылу от голода и лишений. В День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа на месте сожженной фашистами деревни Переходы прошел митинг. 22 июня. День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. В рамках специального проекта «Сестры Хатыни» члены Республиканского общественного объединения «Патриоты Беларуси» приехали на митинг на мемориальный комплекс в деревне Переходы Слудского района. Республиканское общественное объединение «Патриоты Беларуси» совместно с телеканалом ОНТ. В эту трагическую знаковую дату продолжает проект «Сестры Хатыни». Основная цель нашей акции – это еще раз напомнить нашему белорусскому народу, всему миру о тех деяниях, которые совершали фашисты на нашей земле и какой ценой досталась нам наша независимость. За плечами у нас уже около 8 тысяч километров. Мы посетили Брестскую, Гродницкую, Витебскую, Гомельскую, Могилевскую области. И сегодня, находясь у вас в Минской области, в Слудском районе, и видя те деяния, которые совершали фашисты на всех памятных местах, в которых мы бывали, хочется обратиться особенно к молодому поколению. Берегите свою историю, помните своих героев, помните, какой ценой досталась независимость и что совершали здесь враги на нашей земле. Беларусь неоднократно становилась ареной жесточайших войн, но самой кровопролитной была Великая Отечественная война. Победа в ней достигнута ценой огромных потерь. В белорусской земле покоятся останки миллионов людей, не только погибших на полях сражений, но и методично, роднокровно уничтоженных в ходе геноцида. При расследовании уголовного дела о геноциде белорусского народа вскрываются все новые и новые факты злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их пособников на территории нашей страны. Органами прокуратуры установлены многочисленные факты массового уничтожения мирных жителей Беларуси нацистскими преступниками и их пособниками. Захватчиками на оккупированной территории БССР было организовано свыше 560 лагерей смерти, где путем создания выносимых условий уничтожена значительная часть нашего населения. Массовое уничтожение людей осуществлялось различными методами и средствами. Расстрелы, виселицы, газовые камеры, сжигание, голод, распространение эпидемий. Стандартным сценарием, взятым на вооружение нацистами, стало уничтожение деревень вместе с жителями в рамках так называемых усмирительных акций или попросту кратерных операций. Но расследование уголовного дела считалось, что таких операций было на территории Беларуси 140. Мы же установили, что в действительности их было не менее 180. Всего нацистскими оккупантами в годы войны сожжено свыше 12 200 сел и деревень, разрушено более 200 городов, убито не менее 3 миллионов мирных граждан и военнопленных. Угнано в немецкое рабство более 380 тысяч человек, из которых многие погибли от невыносимых условий эксплуатации. Однако прискорно осознавать, что в нашей стране выросло не одно поколение молодежи, которые попросту не знают истинной правды о самой страшной войне в истории человечества. Поэтому сегодня мы, дети, внуки и правнуки великих героев, обязаны пронести память о них, об их бессмертном подвиге через века, сохранить историческую правду о Великой Отечественной войне, ее результатах и передать ее нашим детям. Вечная память тем, кто отдал свои жизни ради мирного неба над нашими головами. Слава тем, кто не жалея себя, отстоял свободу, честь и независимость нашей страны. Здесь 23 февраля 1943 года во время карательной операции под циничным названием «Праздник урожая» фашисты сожгли все дома вместе с их жителями. В то страшное утро погибли 116 человек, 70 взрослых и 46 детей. Символично, что почтить память жертв Великой Отечественной войны решили именно на этом месте, которое до сих пор хранит память тех страшных лет. Сегодня, 22 июня, день всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Это одна из самых печальных дат в истории не только нашей страны, но и стран всего бывшего Советского Союза. Он служит напоминанием о всех погибших в боях, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений, ставших жертвами геноцида. Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, дал жизнь нашим отцам, нам и нашим детям. Помнить ужасы войны и бесценный вклад советского народа в победу над фашизном – уже наш святой долг. Мы должны передать его нашим детям и внукам. Ужасы войны не должны повториться. Кто не помнит своего прошлого, тот обречен жить без будущего. В Слудском районе было сожжено 35 деревень. 12 из них так и не были восстановлены. Всех слудских сестер Хатыни вспомнили 22 июня. А после в память о каждом погибшем Беларуси буквально все замерло в минуте молчания. Беларуси. Дорогие земляки! Сегодня, 22 июня, день всенародной памяти. 22 июня 1941 года началась самая страшная война. 1418 дней и ночей шел наш народ, советский, к победе. Сегодня мы с вами находимся на этом памятном месте, самом памятном для случан. Здесь память о сожженных и невосстановленных деревнях Слудского района. Их было 12. Гражданская инициатива, которая была начата именно случанами по восстановлению и реконструкции этого памятника, скорбящей матери, я хочу сказать огромное спасибо всем вам, дорогие случане, предприятиям, организациям, которые приняли участие в гражданской инициативе. И сегодня мы помним и будем помнить навсегда, чтобы не повторилась та страшная война, которая унесла каждого третьего белоруса. Здоровья вам, счастья, мирного неба, всего самого доброго и хорошего. Это наша Слудская хатынь. Это памятник всем сожженным деревням Слудского района. И когда мы приходим сюда, это говорит о том, что мы помним свое прошлое, мы знаем настоящее и верим в будущее. Приходить к этим священным местам, отдавая дань глубокого уважения тем, кто уже никогда не может сказать хорошее слово, прежде всего тем, для кого мы пришли сегодня. Ведь когда мы помним, мы говорим и о том, что у нас есть будущее. Приходя сюда, к этим священным местам, мы говорим прежде всего о той глубокой скорби. Это то место, которое объединяет всех нас. Когда мы помним, мы живем. У такого народа всегда есть будущее. На территории мемориального комплекса деревни Переходы, помимо главного памятника, находятся еще 22 могилы. Стоят они на месте сожженных домов. В них захоронены погибшие жители. Цветы возложили каждый из них, и у каждой люди замирали в молчании. Потому что никто не забыт, и ничто не забыто. Новые палаты для ветеранов открыли в Слуцкой центральной районной больнице при содействии Белорусского фонда мира. Как обустроили эти, и что еще ремонтируют в нашем сюжете? Как дома в Слуцкой центральной районной больнице открыли две палаты повышенной комфортности для ветеранов войн и труда. Они оснащены холодильником, умным телевизором, микроволновой печью, собственным санузлом и всем, что необходимо для комфортного пребывания и выздоровления. Один из приоритетов нашей социальной политики – это укрепление и сохранение здоровья нашего населения. Поэтому, как говорят, дома и родные стены помогают создать небольшой уют в палатах, чтобы люди чувствовали себя комфортно, и вполне возможно, что это будет способствовать скорейшему выздоровлению. При поддержке Белорусского фонда мира была приобретена вся техника в палаты для ветеранов войны труда, в хирургическое и неврологическое отделение больницы. Планируется открыть еще две таких палаты. Это ценно, и это заслуга Случан. Реализация проекта палаты ветеранов войны труда Белорусским фондом мира развивается уже достаточно долго. На сегодняшний день, с учетом, если говорить о сегодняшних двух палатах, в Слуцкой центральной районной больнице, в Минской области открыто таких 48 палат. В текущем году, помимо того, что мы имеем сегодня в Слуцке, было открыто шесть в госпитале для ветеранов войны имени Машерова и четыре в Минской областной больнице. Как дошла очередь до Слуцка, я думаю, что это заслуга Случан. Потому что, в принципе, пожертвования и членские взносы, которые собираются районом, они распределяются равномерно. То есть, если Случан приняли решение такое, мы всегда это поддержим. И как доктор по профессии мне очень приятно помогать больницам. Начали с двух, я думаю, мы этим не закончим, потому что обсуждали с главным врачом, что вполне возможно, что будет открыто еще две палаты. Для Белорусского фонда мира это престиж. А то, что я говорил, что укрепление и сохранение здоровья нашего населения это основной приоритет нашей социальной политики, то я думаю, что здесь мы идем в русле с нашим правительством президента. Невооруженным глазом видно, что за последний год преобразилась наша Слуцкая больница. Отремонтирован целый ряд кабинетов взрослой поликлиники. В лаборатории серодиагностики инфекционных заболеваний. И это же очевидно. На данный момент идет ремонт процедурного кабинета и лаборатории. В Знаменской участковой больнице производится укладка мягкой кровли в Ифернской больнице сестринского ухода. Также в этом году проведут ремонты внутренней отделки стен и другие работы в операционном блоке, в акушерском отделении, гинекологическом, в отделении функциональной диагностики и других отделениях больницы. На этот год запланированы ремонты внутренней отделки стен, полов, потолков, в палатах и коридорах педиатрического отделения, замена светильников. Планов много, на их реализацию необходимо время и возможность. И здорово, что наша больница становится уютнее и современнее. 23 июня в Слуцке ярко отметили День молодежи и студенчества. Йога – церемония награждения самых активных в общественной жизни случайан и самых спортивных концертная программа творческих коллективов, а также самое любимое летнее мероприятие – фестиваль красок. И, конечно, рок-концерт и дискотека. Слуцк ТВ запечатлел самое яркое событие. День молодежи и студенчества «Круто» отметили в Слуцке 23 июня. Начали праздник масштабной практикой йоги на городском стадионе. Попробовать что-то новенькое. Встать воскресным утром пораньше и перейти на стадион к 10.00 к преподавателю йоги, владелице студии женских практик «Нежно» Виктории Капской, пришло более ста случайанок. Услышьте пение птиц, которые сопровождают вас в данный момент. Для спортивных мам мероприятие было очень комфортным, потому что с детьми во время практики зажигала карамелька. Малыши и мамы в итоге ушли в прекраснейшем настроении, что задало отличный тон на весь праздничный день. Почувствуйте себя сокровищем, ценностью и самым невероятным этой жизни. И скажите себе «Я люблю себя». Чуть позже в парке торжественно наградили активных представителей молодого поколения за активную гражданскую позицию, значимый вклад в развитие Слудской районной организации БРСМ грамоты молодым людям вручила первый секретарь Слудского райкома Виктория Азадера, а также поблагодарила социальных партнеров. Сегодня у нас встречается в городе День молодежи. И сегодня у нас в городском парке очень много разных мероприятий творческих, и участвуют в дискотеках. Мы очень ждем. Нам очень нравится, что в парке есть много возможностей для этого поучаствовать, в чем-то себя попробовать. Еще также мы выступали на концерте, который был в нем тоже. Я была в городе, весь инстаграм был заполнен историями с этим днем, то, что будет дискотека. Я, конечно же, пришла со своей подругой. Сегодня было очень весело. Мы ходили в кафе, сейчас будет дискотека. Думаю, будет очень круто. Случайные с семьями оторвались на фестивале красок, а позже на настоящем рок-концертом белорусской Моуной с Луцкой группой «Доктор Джокер». «Доктор Джокер» «Доктор Джокер» Мы были в парке, тут много развлечений, выступала очень хорошая группа. Была викторина про слуг, мы выиграли блокноты. Были краткие холи, все ходили яркие, веселые и обсыпанные. Все было супер. Вообще слуг тема. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы отыграли один из наших лучших концертов в городе Слуцке на празднике молодежи. Отличная публика, прекрасная аппаратура. Все было очень замечательно. Спасибо всем. Мы очень рады. До встречи. Хотим больше концертов, больше выступлений. Всех вас любим. Ну а зафиналили весь этот движ молодежной дискотекой, для которой Слуцк ТВ собрал партнеров и дарил самым активным подарки. Атмосферу праздника создавали приглашенные артисты, диджей Стас Гусев, телезвезда Анастасия Жигальская и сами гости наши талантливые Слуцкане. Было здорово. Праздник очень крутой. Где побывал? Где он сподпобывал? Было всяких размещений. Вы готовы? Вы готовы? Нормально еще раз? Я вижу, покорила самки такой красивый. Я сегодня только покажу. Бросьте! Бросьте! Спасибо! Спасибо! За мои зеленые глаза Называешь ты меня салтуньей Говоришь, ты это мне не зря Сердце у тебя я забрала Все меня ругают, что женат Что уже детишек уважное Что же делать мне с тобой тогда? Что же делать мне с тобой? А я вовсе не колдунья Я любила и не люблю Это мне судьба послала Грешную любовь мою Если ты без строго любви Пошелей меня во днях Я знаю, что в жизни пустя Но мне быть и грешного зерна Если ты меня не любишь То я тоже нет Если ты меня забудешь То я в ответ Если ты меня не любишь То я тоже нет Если ты меня забудешь То и я в ответ С 1 июля 2024 года Индивидуальные предприниматели Обязаны представлять налоговые декларации В электронном виде Такой документ должен быть подписан Электронно-цифровой подписью Которая позволяет совершать Юридически значимые действия дистанционно Тем плательщикам, у которых нет электронной подписи Необходимо получить ее заблаговременно В любом регистрационном центре С более подробной информацией Об издании сертификата электронной подписи И адресах регистрационных центров Можно ознакомиться на сайте Национального центра электронных услуг Или Республиканского унитарного предприятия Информационно-издательский центр по налогам и сборам С 1 июля налоговая декларация Поданная плательщиками Которые обязаны представлять их В виде электронного документа В письменной форме Не будут считаться представленными Генеральным прокурором Республики Беларусь В апреле 2021 года Возбуждено уголовное дело По факту геноцида белорусского народа В годы Великой Отечественной войны И послевоенный период Какая ответственность на законодательном уровне Предусмотрена за отрицание геноцида Слудск ТВ рассказала Старший помощник прокурора Слудского района Юлия Король За пропаганду или публичное демонстрирование В том числе с использованием Глобальной компьютерной сети интернет Либо иной информационной сети Изготовление, распространение Нацистской символики или атрибутики А равнохранение или приобретение Такой символики или атрибутики В целях распространения Предусмотрена административная ответственность По ст. 19.10 Кодекса Республики Беларусь Об административных правонарушениях В виде штрафов в размере До 10 базовых величин Или общественных работ Или административного ареста Указанные виды административных взысканий Применяются с конфискацией предмета Административного правонарушения А также орудий и средств совершения указанного нарушения Или без конфискации таких орудий и средств На индивидуального предпринимателя наложение штрафов в размере до 50 базовых величин с конфискацией или без конфискации. На юридическое лицо до 200 базовых величин с конфискацией или без. Те же деяния, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, влекут наложение штрафов в размере от 10 до 20 базовых величин или административный арест, которые тоже могут быть применены с конфискацией или без нее. На индивидуальном предпринимателе наложение штрафа в размере от 20 до 50 базовых величин с конфискацией или без, а на юридическое лицо от 50 до 200 базовых величин с теми же условиями. Статья 127 Уголовного кодекса Республики Беларусь установлена ответственность за действия, совершаемые с целью планомерного уничтожения полностью или частично какой-либо расовой, национальной, этнической, религиозной группы или группы, определенной на основе любого другого произвольного критерия. Путем убийства членов такой группы или причинения им тяжких телесных повреждений, либо умышленного создания жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное физическое уничтожение такой группы, либо насильственной передачи детей из одной этнической группы в другую, либо принятие мер по воспрепятствованию деторождения в среде такой группы, геноцид. Указанные действия наказываются лишением свободы на срок от 12 до 25 лет или пожизненным лишением свободы или смертной казни. Законом Республики Беларусь от 5 января 2021 года Уголовный кодекс Республики Беларусь дополнен статьей 130 прим. 2, предусматривающей ответственность за отрицание геноцида беларуского народа, содержащейся в публичном выступлении, либо в печатном или публично демонстрирующем произведении, либо в средствах массовой информации, либо в информации, размещенной в глобальной компьютерной сети интернет, иной сети электросвязи, общего пользования или выделенной сети электросвязи. Указанные действия наказываются арестом или ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок. Эти же действия, совершенные лицом ранее судимым за отрицание геноцида беларуского народа, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, наказываются лишением свободы на срок от 3 до 10 лет. Рыбалка со смертельным исходом из-за поражения электрическим током. Такое нередко случается летом. Госэнергогазнадзор призывает всех быть предусмотрительными и осторожными. Практически ежегодно происходят несчастные случаи с любителями опасной рыбалки, в том числе со смертельным исходом в результате поражения людей электрическим током из-за прикосновения или даже приближения удилища к проводам линий электропередачи. К сожалению, текущий год не стал исключением. В нашем регионе произошло два несчастных случая с рыбаками. 25 июня 1924 года вблизи деревни Невязцы Слудского района в результате касания удилищем провода воздушной линии 110 тысяч вольт погиб мужчина 1959 года рождения, житель города Слудска, шлявший рыбную ловлю в небольшой водоеме рядом с дорогой под линией электропередачи. 15 июня 2024 года вблизи деревни Дунцы Любинского района мужчина 1990 года рождения, житель города Солигорска, перемещался к месту рыбалки по песчаной насыпи с разложенным удилищем и прикоснулся к проводу линии электропередачи 10 тысяч вольт. Был смертельно травмирован электрическим током. Находясь вне населенных пунктов на отдыхе, люди зачастую не задумываются об электробезопасности. Казалось бы, какая может быть опасность поражения электрическим током, так сказать, вдали от цивилизации, но, к сожалению, это не так. Окружающая местность буквально как паутиной оплетена линиями электропередач, которые опоясывают поля и луга, проходят вдоль дорог и лесов, а также рядом с водоемами или пересекают их. Высокое напряжение опасно тем, что проводов даже не нужно касаться, порой достаточно лишь приблизиться к ним на недопустимое расстояние, чтобы быть пораженным электротоком. В последние десятилетия большую популярность получили углепластиковые удилища, основу которого составляет углеродное волокно. Оно прочнее и легче обычных стеклопластиковых, что позволяет делать их более длинными, без снижения удобства эксплуатации. Но, в свою очередь, они имеют один существенный недостаток – хорошую электропроводность, что способствует резкому увеличению вероятности поражения электрическим током, чему также способствует и увеличение длины. Для привлечения внимания и с целью обезопасить любителей рыбной ловли от чрезвычайных происшествий, электроснабжающие организации, в чем везде они находятся и линии электроснабжения, в местах пересечения или сближения лэп с водоемом, как правило, размещают плакаты «Опасно», «Рыбалка запрещена», «Ловить рыбу запрещено», «Опасно для жизни», «Охранная зона 10, 20 и более метров». Это не просто таблички, а предупреждающие о реальной опасности знаки, игнорирование которых может привести к летальному исходу. В упомянутых выше случаях, в местах, где они произошли, эти предупреждающие плакаты были установлены в непосредственной близости. Госэнергооснадзор призывает любителей рыбной ловли не быть беспечными, соблюдать требования предупреждающих и запрещающих плакатов, не производить рыбную ловлю вблизи воздушных линий электропередачи. Не оставляйте данную информацию без внимания. Рассказывайте о такой опасной рыбалке вблизи энергообъектов друзьям, соседям, родственникам, папам. Будьте уверены, что информация, о которой вы поделитесь, может уберечь чьи-то жизни. И помните, дорогие рыбаки, вас ждут дома. А сейчас перейдем к новостям спорта. Случанка Александра Коломыцева – победительница открытого первенства Минской области по легкой атлетике среди юношей и девушек 2010-го годов рождения и моложе в прыжке в длину. Александра установила личный рекорд – улетела на 5 метров. Поздравляем Александру и ее тренера Татьяну Шилович. Третий подряд крупное поражение Слуцка. Команда Гуриновича проиграла в гостевом поединке в Сморгоне. Наши футболисты открыли счет в матче. Владислав Сычев забил на 10-й минуте, но в итоге пропустили 4 гола. Команда Гуриновича проиграла в гостевом поединке в Сморгоне. Слуцк забил всего 9 голов в 13 турах, пропустил больше всех – 29. Команда сейчас на 13-м месте. Следующая игра пройдет на домашнем стадионе в воскресенье 30 июня в 16.00. Поддержка болельщиков сейчас важна как никогда. Так что все на стадион! А вот второлиговый Шанхай из Слуцка своих болельщиков порадовал четвертая победа подряд и первая строка в турнирной таблице в группе «Юг» первенства Минской области в региональном этапе второй лиги. Два безответных гола в ворота команды из старых дорог. Артем Рахимов и Александр Гордеичик сделали красоту. Если вы еще не были на матчах Шанхая, обязательно сходите, поддержите Случан. А сейчас традиционная погода. Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за жары. Так, 29 июня обещают солнечную жаркую погоду. Западный ветер 4,9 метров в секунду. Ночью плюс 16, плюс 19, днем плюс 26, плюс 29 градусов. 30 июня переменная облачность, местами дождь. Северный ветер 2,6 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 19 градусов. Днем плюс 27, плюс 30. 1 июля переменная облачность, очень жарко. Западный ветер 5,12 метров в секунду. Ночью плюс 17, плюс 20. Днем плюс 30, плюс 33. На этом наш выпуск завершен. Благодарим вас за вашу активность в наших социальных сетях. Кстати, в нашем инстаграм сейчас мы ищем партнеров к дискотеке на 3 июля. В студии была Анастасия Жигальская. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!